Привет, это Игромания и Star Conflict. Сегодня мы расскажем о трёх премиумных кораблях, которые появились в игре, начиная со дня космонавтики. Подход к этим звездолётам особый. Во-первых, у них свои уникальные умения и модули. Во-вторых, получить их можно совершенно бесплатно. Для этого просто нужно летать на кораблях того же ранга. Тогда после боя вы получите особый ресурс, который и пойдёт на постройку заветных космолётов. Первая машина — фрегат прикрытия «Архелон», который появляется у Федерации на седьмом ранге. Его сила в чрезвычайной живучести. Здесь ему нет равных даже на девятом уровне. Дело в хороших бонусах к запасу жизни корабля и высоких показателях сопротивления урону. К тому же у фрегата целый ряд ячеек для модулей, повышающих прочность. Уникальные модули «Архелона» лишь усиливают это преимущество. Специальное умение «Провокатор», стоящее вместо фазового щита, на семь секунд делает вас целью всех врагов вокруг, но в то же время увеличивает сопротивление всем видам урона аж на 250 единиц. Второе умение — «Конвертор излучения» — в течение пяти секунд переводит весь электромагнитный урон в восстановление щита. Чтобы вы могли извлечь из конвертора максимальную пользу, рекомендуем включить в настройках отображение входящего урона. Так вы точно будете знать, чем и насколько сильно вас бьют. С живучестью проблем нет. А вот с уроном всё очень плохо. Нет ни бонусов на повреждения, ни соответствующих ячеек. Но нам поможет старый добрый пульсар, а также ракетное вооружение. К тому же генератором «Аномалии» вы собьёте не меньше противников, чем основными орудиями. И на сладкое. На этом корабле можно лечиться торпедой. Если активировать «Конвертор излучения» и засадить торпеду в ближайшую стену, она не только прихлопнет надоедливого врага, но и восстановит вам щиты. Это позволит смело идти на самые дерзкие вылазки. Однако можно играть и менее агрессивно. Например, вооружиться дальнобойными пушками, помогать союзникам и взрывать врагов генератором «Аномалий». На 10-м ранге расположился ударный штурмовик Федерации под названием «Стингрей». Это ударный штурмовик ближнего боя. Вероятно, манёвренная машина, живущая только за счёт адаптивных щитов. Специальное умение этого корабля — форсирование систем тип «Стинг». После активации корабль начинает быстрее летать, разворачиваться и стрелять. Кроме того, у него появляется плазменная дуга, как у диверсанта, причём более мощная. Восстанавливается умение очень быстро, а значит, его можно использовать не только в атаке, но и при отступлении, или когда хочется побыстрее куда-то долететь. Второй особый модуль — генератор энтропии. Он выпускает сферу, которая при попадании по врагу быстро разъедает ему корпус. С этим умением лучше всего охотиться на фрегаты и эсминцы. «Стингрей» — настоящая гроза этих кораблей. Но будьте осторожны, у штурмовика хлипкий корпус, который очень легко разбить о препятствии или врагов. Чтобы облегчить себе жизнь, обязательно ставьте компенсатор столкновений. Лучше всего корабль покажет себя, если вы вооружите его генератором сингулярности. Тактика простая. Врываетесь в ближний бой и специальным умением режете противников в упор. Последний корабль — инженер Империи Брок. Его отличает специальная пушка, известная также как излучатель ВЛ-13. Это лазер, который может чинить союзников, восстанавливает и щиты, и корпус, и к тому же работает на огромном расстоянии. Вторая особенность — специальные умения дроны «Гремлин». По сути, это те же инженерные дроны, только при активации. Они выпускают луч, восстанавливающий щит всем дружественным звездолетам и уничтожающий вражеские объекты. Луч бьет далеко и позволяет спасать союзников, находясь при этом в глубоком тылу. Только вот себя подлечить с его помощью уже не получится. В то же время Брок неплохо держит удар. Поставьте на него два адаптивных щита, и одинокому противнику придется немало попотеть, чтобы сбить ваш корабль. Потеря в энергии тут особой роли не играет. Инженерный потенциал у машины и так огромный. Звучит хорошо, но есть и подвох. Скорее всего, по итогам боя вы окажетесь ближе к концу списка. Бонусов на силу модулей нет, а значит, другие инженеры будут перебивать ваши ауры и забирать все очки за помощь себе. Ну а убивать врагов инженеру некогда. Основные усилия идут на спасение союзных кораблей. На этом всё. С вами была Игромания. Увидимся в космосе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова